Привет, Олимпийский! В общем, меня зовут Ярослав, как вы догадались. Я сегодня буду рассказывать вам про авиасейлс, про то, как мы работаем и вообще, как это все у нас получилось и получилось ли вообще. Тема моего выступления – как шутить в интернете плохие шутки и заполнять 170 боингов ежедневно. Но наш дизайнер сказал, что не собирается засовывать такую длинную тему на слайд и сократил ее в половину. Как шутить в интернете плохие шутки? Но про 170 боингов я вам тоже расскажу. Первое, что стоит рассказать, это что такое авиасейлс. Кто слышал про авиасейлс? Скажите. Я... Кто-то не слышал, наверное. Авиасейлс – это сервис поиска дешевых авиабилетов. Дешевых – это понятие довольно относительное, потому что у билетов есть своя цена и мы находим из всех возможных самый дешевый. Как-то раз через наш сервис пользователь нашел билет на одного человека эконом-классом за 2 миллиона рублей и купил его. И это был реально самый дешевый билет по этому направлению на эти даты. Авиабизнес, он устроен вот таким вот образом. Что еще такое авиасейлс? Авиасейлс – это примерно 200 человек, которые работают в трех офисах в Москве, Санкт-Петербурге и в основном офисе на Пукете в Таиланде. Как все начиналось? Все началось с маленького блога в вебе в 2007 году. Костя Калинов, основатель авиасейлс, начал собирать со всего интернета, с сайтов авиакомпании, с сайтов турагентств и прочих-прочих-прочих штук все в свой блог. Какие-то скидки, предложения уникальные. И пользователям это стало нравиться. Они подписывались на него, подписывались на его рассылку, читали его активно. И ему пришла в голову идея все это дело автоматизировать и агрегировать лучшие предложения. И началась разработка мета-поиска, который вы можете увидеть сейчас. Мы совсем недавно только поменяли движок, который был написан тогда. И сейчас он чуть-чуть другой. Но все началось с этого. В 2010 году ребята, их было 8 человек или 10, около того, переехали на Пукет и там остались. До сих пор самый большой офис находится там. Мы работаем оттуда. У нас IT-компания. Все супер удаленно и все здорово. Билеты мы никому не продаем. Мы их только ищем. И, собственно, с помощью Aviasales вы можете только найти билет. Выражение по поводу того, что вот я купил у вас билет и он какой-то не такой, не совсем корректный. Потому что мы только нашли его, а купили его у наших партнеров. Как все работает, монетизация и прочие штуки, я расскажу чуть дальше. Вы же вроде бы все бизнесмены или хотите быть, или вам это интересно. И мне тоже интересно. Давайте пойдем дальше. Так, 22 миллиона. Будет довольно много цифр, но я постараюсь про них порассказывать. Но оставить большую часть времени на вопросы и ответы и постараюсь ответить на лучшие из них. И за лучшие ответы я разыграю какой-то мерч Aviasales, если вам он нужен. 22 миллиона – это столько человек ежемесячно посещают наши сервисы на разных платформах. Это довольно много, с учетом того, что наша тематика – это авиабилеты. Довольно дорогой продукт. Так, 170. 170 – это вот эти самые Boeing, которые мы заполняем ежедневно. Очень интересная история в том, что мы не открываем информацию, сколько мы продаем билетов. Через нас продают билетов, извините. И наш генеральный директор рассказывает о том, что мы заполняем 170 Boeing ежедневно. На самом деле уже больше. Например, операционный директор считает, что это все в Airbus. И это немного запутано получается. А, вот это очень классная штука. Смотрите, миллион триста тысяч. На самом деле это цифра миллиард триста миллионов. Вот. Дизайнер чуть-чуть ошибся. Придется его наругать. Миллиард триста миллионов долларов – это то количество. На эту сумму мы продаем билеты в год. Ну, то есть через нас партнеры продают. Мне кажется, это здорово, да? И с каждым годом мы растем. Не было года, когда мы стали меньше. Aviasales – прибыль на самого основания. То есть это не какой-то инвестпроект, который вкладывает огромные деньги в рост. Мы вкладываем в рост свои деньги. И стараемся еще заработать сверху. Мы придерживаемся стратегии того, что продукт должен быть хорошим. У нас есть продуктовые команды, которые занимаются именно развитием продукта. Но мы считаем, что большое значение в развитии бизнеса имеет маркетинг. Поэтому я постараюсь вам побольше про него рассказать. Когда люди узнают о том, что я работаю в Aviasales, первым вопросом у них всегда про ситуативки. Ладно, кого я обманываю. Первый вопрос всегда – есть ли чувак, есть ли у тебя скидка на билеты? Ну вот, про ситуативки. У нас выходит много всяких разных штук. Очень много. И я вам расскажу про них. Как-то раз у нас выкатили фичу в продажу билетов на Сапсан. Это поезд скоростной, который ходит между Питером и Москвой. Все это собирались выкатывать в продукт. И нам нужно было это как-то рассказать людям об этом. Знаете, собрались. Представьте просто себе ситуацию. Собираются лучшие у меня Aviasales в одном кабинете. И начинают думать, блин, как же можно вообще в go-to-market все устроить? Так, какие метрики будем считать? Где сеть? Ну, в общем, смотрите видео, что у нас получилось. Включите, пожалуйста. У нас теперь можно искать Aeroexpress. Aeroexpress. Так, зачем я вам еще это показал? Конечно, мне не стыдно. Что мы получили, собственно, с этой рекламой? Мы потратили на нее 0 рублей и 10 минут своего времени. Получили 30 лайков. Это ужасный кейс. Но зато мы поржали нормально так. Что я хотел этим сказать? То, что, блин, ребята, не бойтесь ошибаться. Делайте, делайте всякие штуки. Если они кажутся вам прикольными, то что-то может получиться из этого. Еще про ситуативки. Про провокацию. Очень много людей хейтят Aviasales за всякие наши шутки, которые мы себе позволяем. Сейчас мы их немножко разберем и объясню, что они вообще дают нам и могут давать вам, если вы будете это делать так же здорово, как мы. Это бесплатные публикации о вас будут говорить. Сейчас пройдемся дальше по слайдам. Бесплатные публикации в СМИ. На скрине вы видите ситуацию с казаками. Это довольно старая ситуативочка. В 2016 году она была. Мы пошутили у себя в Твиттере. Все СМИ это забрали себе, потому что это получило довольно большой резонанс. Люди в комментариях очень сильно бомбили и ругали нас за все это. Лояльность аудитории. Это логотип Победы переделанная, если что. Почему здесь лежит какой-то мужик? Дело в том, что Победа устроила распродажу и ее сайт упал. Люди хотели купить билеты, но не могли, а Победа лежала. Мы помогли пользователям найти билеты Победы в других местах, других OTA, о которых они могли не знать, и купить эти билеты на Победу. Люди очень обрадовались и писали нам в комментариях, какие мы молодцы. Это лояльность аудитории. Высокий охват при минимальных затратах – это история про то, что в соцсетях принято делиться хорошими шутками. Или, по крайней мере, если людям кажется, что это хорошие шутки. Это история про кандидатов президента Российской Федерации, когда она полетела на Бали. Мы собрали довольно большой охват для того времени, не потратив ни одного цента на продвижение этого контента, что очень здорово. Вот за это нас некоторые ругали очень-очень долго. В это время мы как раз собирались интегрироваться в клип к некоторому певцу. Но после шутки с нашего СММшика все расторгалось. Не буду назвать имен. Ну, в общем, как-то так. Люди были довольны. Ну и узнавательность бренда. Это очень здоровая штука. Многие слышали об Aviasales в Кыргызстане. Хоть мы официально не представлены здесь, но, может быть, когда-нибудь будем. Но люди все равно о нас знают. Это здорово. Это немножечко помогает нам увеличивать конверсию. Немножечко помогает нам срезать косты на рекламные каналы, какие-то обычные. Ну и о нас пишут профильные СМИ часто, что улучшает наш HR-бренд. И довольно большое количество людей хочет работать у нас или с нами. И вот это вот все. Вот такие дела. Очень много людей думает о том, что Aviasales просто шутят какие-то шуточки в интернетах. И по какой-то причине у них все здорово и хорошо в бизнесе. На самом деле не так. Это только один, так сказать, уровень, который вы можете увидеть в соцсетях. Мы используем, наверное, вообще все возможные маркетинговые каналы, которые существуют в интернетах. Давайте про них поговорим. Инфлюенсеры. Инфлюенсеры – это, знаете, вот эти блогеры, которые в инстаграмах там что-то снимают, видео пишут, посты какие-то. Вот есть там инфобизнесмены еще. Разные бывают. И вот мы заказываем у них рекламу. Каким образом все это происходит? Мы никогда не пишем сценарий для блогеров. Они пишут его сами. Мы просто объясняем, какой месседж нужно донести до пользователя. Месседж часто очень простой. Это Aviasales – поиск дешевых авиабилетов. Там рекламу у Дудя, может быть, видели. Вообще очень-очень-очень много рекламы у блогеров выходит. Это нам такая имиджевая штука, потому что мы не крутимся по телеку. У нас нет оффлайн рекламы. Все в онлайне. Мы несколько раз пробовали, ничего не получилось. Может быть, мы просто дурки. А может, не работают каналы. Кто знает. Что такое 20 миллионов? 20 миллионов – это количество просмотров видеороликов с нашими интеграциями. Мы чаще интегрируемся в видео. И вы должны понимать, что ролики с нашими интеграциями в год собирают более 250 миллионов просмотров. Это довольно много. Но мы не просто заливаем этот рынок деньгами, мы постоянно считаем. Как-то давным-давно Костя Калинов, основатель компании, рассказывал Тинькову о том, что мы знаем о пользователе много. Там говорилось все, но мы знаем очень-очень много. И мы очень-очень сильно все стараемся считать. У нас нет такой идеи по поводу того, что мы вкладываем в имидж, так что давайте пульнем туда кучу бабла. Нет. Мы считаем каждый просмотр, стараемся все измерить. Средняя цена просмотра одной нашей интеграции, ну одного уникального просмотра – это один цент. Почему один цент? Потому что минимальная стоимость просмотра рекламного ролика на ютубе – два цента. А прямыми интеграциями мы еще экономим половину. Перформанс-маркетинг – это довольно простая штука, но мы очень активно ее используем. Большая часть нашего маркетингового бюджета на самом деле уходит в эту штуку. Авиабизнес – он такой довольно конкурентный и приходится работать очень хорошо в этом направлении. Перформанс-маркетинг – это та история, когда ты хочешь очень быстро отбить инвестиции, вложенные именно в этот канал. Не длинные такие, а именно короткие. Поэтому мы считаем РУАС – это не ROI. Многие любят считать ROI отдельно взятого рекламного канала, что делать в принципе вообще нельзя, потому что это ROI – это полностью все инвестиции. Считайте, пожалуйста, отдельные каналы отдельно и используйте разные метрики для разных каналов. То есть не нужно считать то, что если вы интегрируетесь к блогеру, он должен отбить вам деньги тут же. Это не перформанс-история, это история про бренд, который как раз-то помогает вам сократить издержки на перформанс-каналы. Обязательно считайте ROI, потому что тогда у вас может экономика не сойтись, если вы будете раскидывать бабки и ничего не считать, как многие маркетологи делают. Для того, чтобы измерять все, нужно использовать системы аналитики, которые есть в открытом доступе. Это Google Analytics обычный, Яндекс Метрика и еще пару всяких штук. Если вы хотите считать что-то неизмеримое по типу, была ли полезна для вас эта конференция. На самом деле все это можно посчитать. На эту тему есть очень прикольная книга у Дугласа Хаббарда. Называется «Что-то измерить все» или «Как-то так». Я точно не помню. Можете погуглить, в интернете все есть. Почитайте ее, если вдруг хотите что-то измерять в своем бизнесе, а не понимаете, как это сделать. Спасибо, Bishkek. Меня зовут Ярослав Степанюк. Yeah! Yeah! Друзья, бурные аплодисменты! Спасибо огромное! Ну что у нас? Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!